История нашего дома началась не так давно. В принципе, мы планировали, когда купили участок в 2013 году, уже планировали строить здесь дом. Но в дальнейшем отказались от загородной жизни. Почему-то, но ввиду того, что молодые, хотелось, чтобы инфраструктура была поблизости. Дети, секции, школа, садик и так далее. Около семи лет мы прожили в общежитии. Это семейное общежитие, около 30 квадратных метров всего. Мы там счастливо жили, умещались, но, конечно же, хотелось расширить площадь. Когда младшей дочери исполнилось 3 года, у нас было накоплено порядка 3,5 миллионов плюс материнский капитал. Мы решили, что мы купим все же квартиру и вложим материнский капитал в него. А участок оставим чисто для лета, для шашлыков. Но когда мы пошли в Выборге искать квартиры, присматривать, было несколько вариантов. И их предлагали за такую сумму, что, честно говоря, нас ценовая политика подвергла в небольшой шок. Потому что за ту сумму, за которую предлагали нам квартиру, трехкомнатную, 75 квадратных метров, мы построили дом. То есть, уже с большей площадью в два раза. А там необходимо было еще вложиться порядка миллиона или полтора миллионов. Поэтому было решено идти в строительную фирму и строить дом на том участке, который мы купили. Изначально рассматривали каркасную технологию, потому что живем на северо-западе. Здесь холодные зимы. Наслышано, что каркасники самые теплые. Но узнали про современную технологию, ей порядка 10 лет. Дом из термобруса. К чему мы и пришли. Выбрали дом именно из термобруса, потому что здесь минимальная отделка. Не нужно ломать голову, чем внутри обшить, чем снаружи обшить. Здесь минимальна только покраска. Покраска внутри, покраска снаружи. Все. Не рассматривали мы газобетон, потому что он холодный. И там отопление должно быть более-менее сильное, чтобы его прогреть. И выбрали именно эту технологию. Проект дома у нас нетиповой. Он индивидуальный. Площадь дома 145 квадратных метров. Все типовые проекты, которые мы сможем долгое время рассматривали, искали в интернете, нам каким-то образом не подходили. По сторонам света, по расположению на участке. Поэтому в один вечер мы сели и нарисовали все это на простом листочке А4 с размерами комнат, те, которые нам хотелось. То есть мы изначально продумывали дом, не сколько он будет площадь, а именно по комнатам. Как их расположить, с какой стороны, чтобы было максимально нам удобно. Очень хотелось одноэтажный дом. Но в связи с тем, что участок всего лишь 6 соток, нам бы не разрешили его построить, так как площадь застройки должна соответствовать определенному проценту от площади участка. Поэтому получился только двухэтажный. Если вдруг когда-то в будущем мы купим еще участок и будем строить, это будет 100% одноэтажный дом. Фундамент у нас забивные бетонные сваи. Изначально, конечно же, планировали плиту, потому что грунт позволяет сделать именно плиту. Но ценовая разница очень существенная оказалась. Порядка 400 тысяч за этот фундамент мы заплатили 110 тысяч за работу и за материал. А за плиту нам посчитали около 500. Поэтому в целях экономии сделали этот вид фундамента. Но не совсем, скажем так, им довольны. И хотелось бы все же, лучше бы взяли где-то деньги и залили плиту. Потому что они все равно ходят, гуляют. И в одном углу, там где дверь, где входная, был уже такой момент, что грунтовые воды ее подняли, опустили сваю и дверь перекосила. Дверь приезжали, регулировали. Ну и здесь, конечно же, дополнительно нужно закрывать цоколь, нужно утеплять. Несмотря на то, что все коммуникации мы провели под домом, и это удобно пролезть. И что-то, если что-то сломалось, произвести монтаж-демонтаж. Но это все, опять же, дополнительные траты. На цоколь, на утепление и так далее. Ну вот весной планируем все-таки его зашить. И думаем, что будет еще потеплее. Снаружи дом покрыт укрывной краской известного финского производителя. Красили мы ее полностью с мужем вдвоем, когда еще стояли строительные леса. Это, опять же, большая экономия, потому что нам посчитали порядка 60 тысяч за покраску. Но мы с ним вместе отдельно отшлифовали полностью дом, отдельно прогрунтовали и покрасили его в два слоя. В принципе, мы довольны. Единственное, смола выступила, ну это как в нормальном деревянном доме, на лицевой больше, на южной стороне. Там необходимо будет ее почистить и подкрасить. С цветом, на самом деле, очень большая проблема. Не хочется взять и покрасить первой папашей все, тем более это лицевая сторона дома. Хотелось, чтобы он был максимально стильный и красивый. Подсмотрели где-то картинку, опять же, у финского архитектора. Серый, там был серый дом с белыми наличниками. Но у нас цвет получился какой-то странный. Я бы даже сказала хамелеон, потому что он при разном освещении по-разному играет. И синим цветом, и серым, и зеленым, когда трава фотографируешь. То есть цвет трудный очень и неоднозначный. Но нам очень нравится, мы очень довольны. Первая проблема, серьезная, с которой мы столкнулись, это наши окна. Оказалось, что самый злейший враг для них южный ветер с дождем. Потому что, когда он есть, он заливает воду в окна по перерубам. И внутри откосы намокают. Что мы только с этим не делали. Замазывали специальным оконным герметиком. Замазывали обычным герметиком, он трескается. Закрыли наличником. По факту, все говорят, что самый единственный способ – это шире наличники. Но мы шире не нашли, шире этих. Возможно, их нужно делать на заказ. Но, опять же, широкие наличники, они гармонично будут смотреться с внешним видом дома. Поэтому наличники такие. Что делать с этим, к сожалению, мы не знаем. И до сих пор есть небольшие протечки в окна во время дождя. И очень хотелось бы попросить совета у зрителей, у профессионалов канала Forum House. Напишите, пожалуйста, в комментарии. Возможно, вы сталкивались с этой проблемой. И поможете нам ее решить. Конструкция нашего дома – это термобрус, как я уже говорила. Здесь можно увидеть, из чего он состоит внутри. Толщина 180 мм. С двух сторон – это 40 мм клееного бруса. И внутри, на заводе проклеен специально экструзионный пенополистирол 100 мм. Очень многие говорили, что пенополистирол быстро горит, и это опасно. Но мы с мужем проводили летом небольшие опыты. И под дождем у нас кусок лежал. То есть пенополистирол никак не отклился, не отвалился. И мы его жгли. Конечно, если пламя направить непосредственно на пенополистирол, он загорится. Но снаружи дома и внутри дома пламя не может на него попасть. Оно попадает на дерево. И чтобы прогореть вот этот 40 мм клееного бруса, потребовалось более двух часов. Сейчас я вам покажу свой дом внутри и расскажу о планировке, которая у нас есть. Сейчас мы находимся в большом-большом коридоре. Мы его сделали специально таким большим, для того, чтобы разместить с этой стороны хозяйственный шкаф и убрать в него все хозяйственные вещи. Здесь мы переходим в кухню-гостиную на 25 квадратных метров. С этой стороны у нас кухня, с этой стороны у нас гостиная. Санузел и комната для гостей. По совместительству это мой кабинет. Пока единственная дверь в нашем доме. Дверь в санузел на первом этаже. Санузел 4 квадратных метра. Дизайн продумала его полностью я сама. Он небольшой, компактный. Но здесь легко уместился и шкаф, и туалет, и душевая кабинка. Инсталляцию мы точно так же делали сами. Муж самостоятельно подбирал по фактуре и по цвету, похожее с мебелью. И делал сам инсталляцию. В зоне гостиной у нас находится камин. Это как дополнительный источник тепла. Мы изначально его хотели, планировали. Поэтому поставили его самый первый. Он, кстати, когда мы делали ремонт в доме, но еще здесь не жили. Это самый главный отопительный наш прибор. Печь чугунная. Рассчитана на площадь в два раза меньше, чем площадь нашего дома. Но ее нам хватает, честно говоря, чтобы отопить весь дом. В принципе, она очень экономичная. Ну и тепло от печки намного лучше, чем тепло от других источников. Дымоход нашей печи выведен через стену. Изначально мы планировали вывести через второй этаж и через крышу. Но в связи с тем, что необходимо соблюдать расстояние от деревянной стены, дымоход у нас бы стоял посреди комнаты нашей спальни. Поэтому было решено вывести ее через стену и через большой свес на улице крыши. Благодаря этому он выглядит снаружи очень компактно и стильно. Помимо основного сердца нашего дома, это печи, у нас еще есть новый вид отопления, о котором тоже мало кто знает. Это инфракрасное пленочное отопление на потолке. К сожалению, вы его не увидите, потому что оно скрыто натяжным потолком. Но в доме можно увидеть терморегуляторы, такие же, как и на теплый пол. Они регулируют, выставляют температуру потолка. Плюс еще их можно запрограммировать, в какое определенное время потолок включается, чтобы обогреть помещение, и выключается. Инфракрасные плены, маты у нас по всему первому этажу. Изначально потолок перекрытия между первым и вторым этажом утеплено утеплителем. Снизу мы прибили фанеру, и уже на фанеру по всему периметру потолка у нас порядка 75 квадратные, там они, по-моему, 60 на 60, эти плены, скажем так. Они электрические. Внутри проходит специальная нить, которая нагревается путем подачи электрического тока, и тепло сверху, вопреки закону физики, опускается вниз, прогревая пол, и прогревая все предметы, которые находятся вокруг. На втором этаже у нас три полноценные спальни по 12 квадратных метров, гардеробная, большой коридор и санузел с мансардным окном. У меня была давно мечта сделать мансардное окно, чтобы лежать в ванной при свечах и любоваться на звезды. Выбрали именно этот вид окна, потому что ручка здесь внизу, чтобы легко можно было его доставать, открывать и проветривать. Окно мы делали на этапе стройки и устанавливали его в тот момент, когда нам делали кровлю. То есть изначально по технологии можно установить уже в готовую крышу, но мы делали это именно на этапе строительства, монтажа кровли. Я прожила больше свою жизнь в одноэтажном доме, трехкомнатный, обычный дом, и вполне комфортно и вполне уютно было. Поэтому одноэтажный все-таки перевешивает, двухэтажный. Очень много все же минусов, которые выявились в процессе проживания. И в то же время очень много плюсов. То есть однозначного ответа я вам уже спрашивала, если у меня спросят, построим ли мы еще раз дом из этой же технологии. Он сказал нет. Но какой дом построить именно в нашем регионе, с нашими условиями, другого варианта просто не было. То есть другие варианты нам не подходят. Кому-то подойдут, кому-то нет. Поэтому однозначного ответа, в принципе, я дать, к сожалению, не могу. Загородная жизнь – это особенный кайф. Я, в принципе, родилась на земле, выросла. И когда ты открываешь двери, выходишь сразу в пижаме на улицу, на террасу попить чай. Это вообще, это супер. Понравился ролик? Ставьте лайк. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео на Форум Хаус. И мы всегда рады вашим комментариям. Субтитры сделал DimaTorzok